Нет, что ли? Физики, трудовики, филологи, все они сегодня попали на урок физкультуры. 300 преподавателей сдавали нормы ГТО. Учителям нужно было пробежаться, отжаться, потянуться и прыгнуть в длину. Подготовка к сдаче норм ГТО началась за несколько месяцев. Помимо оттачивания спортивного мастерства, учителей ждала еще бюрократическая волокита. Для того, чтобы поучаствовать вот в этом мероприятии, необходимо было зарегистрироваться на сайте, получить идентификационный номер и пройти медицинское освидетельствование. Только после этого допускали к физическим упражнениям. Идейным вдохновителем спортивного праздника стала министр образования Марина Епифанова. Попотеть пришлось даже ее подчиненным, чиновникам из ведомства. Вот, например, ее заместитель пытается отжаться. А вот сама министр к снарядам так и не вышла, говорит, пока не созрела. Я к этому готовлюсь. Я секрет скажу да. Потому что на сегодняшний день я уже как бы опробовала, я поняла, что я не готова. Поэтому буду усиленно тренироваться всю осень, зиму и весной. Я, в общем-то, буду, естественно, сдавать. Нормативы для каждого возраста свои. Кому-то достаточно поднять гирю 10 раз, для кого-то 40. Александр Матутин – проректор Саратовского института бизнеса. Ради норм ГТО пришлось отложить административную работу и пары по информационным технологиям. Общество развивается по спирали. И мы видим, что сначала было увлечение спортом, физические разминки, физкультминутки в школах в том числе. Потом постепенно от этого отказались. Сейчас опять мы видим, что интерес к спорту постепенно-постепенно возрождается. Спорт – это здорово! Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. Преподаватели надеются, что ученики последуют их примеру. Роман Гальперин, Олег Буланов. Новости Телеобъектив.